Привет, с вами Виконста. Сейчас я нахожусь на набережной в Ялте. Давайте пройдемся погуляем. Хочу пройтись погулять днем, показать вам атмосферу морского курорта. Время у нас 12.16, самый солнце пек, поэтому отдыхающих сейчас будет не сильно много. Многие уже уходят с моря, так как солнце самое активное. И ультрафиолетовые лучи пагубно влияют на нашу кожу. Поэтому старайтесь загорать. Вот с часиков так с 7 утра хотя бы до 11. Это как максимум. Давайте подойдем поближе к фонтану. Все-таки отсюда хоть как-то веет прохладой. Мне вот чем нравится эта набережная, то что здесь широкая улица. Вот одна сплошная широкая улица. Если вы бывали в других курортах, то какие-то улицы все-таки маленькие. А здесь посмотрите, ну какое расстояние. Здесь представьте, сколько может разместиться желающих. Очень много. Ну как обычно, по правую сторону нас будут окружать заведения, которые занимаются торговлей продуктами, косметикой, декоративными украшениями. В общем, всякой всячиной. Но с левой стороны здесь будут корабли, прогулочные катеры. И можно также, с левой стороны я видел пару рыбаков, которые ловят рыбку. А вы в этом году поедете на море? Если поедете, то обязательно напишите в комментариях, куда. Ну дальше точно такая же улица. Давайте немножко сместимся вправо и пройдемся по той улице. Также можно заказать здесь экскурсии в разные города, в разные локации, в ботанический сад, в парке. Также можно посетить конные прогулки. Видите, чуть-чуть сместились более вправо и отдыхающих немного побольше. Хотя час пик здесь приходит, ну по моим ощущениям, около 7 часов вечера, когда солнышко уже туда подальше зайдет за горы. И практически эта вся сторона будет в тени. Только с той стороны где-то будут показываться лучи. Сейчас мы пройдемся от самого начала и до конца набережной. Еще мне нравятся такие пальмы. Они вроде бы невысокого роста, но вечером, когда зажигается вся иллюминация, они светятся очень прикольно. А так, конечно, Ялта встречает гостей. Прежде всего, должны быть хорошие дороги. Дороги здесь в нормальном состоянии. То есть можно проехаться как и на самокате, как и на велосипеде, так и на детской коляске. Начался сезон отпусков, поэтому отдыхающих будет очень много. Вот я не знаю, вроде бы время, 12 часов дня, а куда все идут? Ну ладно, я иду для вас видеоролик, снимаю, ну а остальные куда? Все равно идти, когда мы запахли. Тишина, спокойствие. Только иногда с рупора доносится голос о приглашении на экскурсии. Хочется иногда, знаете, пройтись просто в тишине, чтобы никто нигде не разговаривал. Но, к сожалению, приезжаешь на все курорты мира, и где-то там кто-то рассказывает за прогулки, там пешие прогулки, там на скутерах, мотоциклах, на водных мотоциклах. В общем, не дают спокойно просто пройти. Ну а вечером здесь иная атмосфера. Соответственно, все выходят, гуляют, и плюс вас будут окружать люди, которые будут заниматься своим любимым делом. Кто-то танцует, кто-то поет, кто-то прыгает, кто-то играет на гитаре, на гармонии. В общем, занимаются тем, чем они умеют. Авиа и ЖД билеты. Кстати, в Симферополь прилетает самолет с разных городов. Поэтому трансфером Симферополь вы по-любому попадете в Ялту. Видите, там машинами полностью все заставлено. Поэтому, если вы приезжаете, то сразу же ищите какое-то парковочное место, потому что очень проблематично здесь запарковаться. Практически все бутики, которые расположены здесь, они заполнены. Но я не вижу, чтобы там было очень много покупателей. Конечно, кто-то заходит, но цены здесь, наверное, самые максимальные по всему городу. О, вроде бы здесь немножко поменьше людей уже. Чуть дальше мы видим наверное, самое знаменитое и популярное место. Это апельсин, корабль, который все время смотрит в море и хочет уплыть. Куда-то далеко-далеко. Видите, плавно здесь тоже разделено на две улицы. Вроде бы сначала, когда мы заходили с площади Ленина, был большой-большой, широкий такой проспект, так назовем. И с правой стороны маленькая улочка. А здесь тоже разделили. Чуть-чуть, конечно, поменьше уже улица эта. И там лавочки. И в теньке можно посидеть. Конечно, там попрохладнее. Видите, все эти лавочки свободные, так как солнце очень печет сейчас. Обязательно надевайте головные уборы, берите побольше воды. Ну и старайтесь не посещать эти места. Самый солнцепек. Ветерок такой прохладненький подул с моря. Хорошо. Не только я снимаю, но и другие снимают. Как это выглядит со стороны, да? Вот вы даже сейчас смотрите, думаете, вот что он делает там, как он там разговаривает. А вы просто представьте, иду я и сам с собой разговариваю вместе с вами с этим коробочком. Вот так и видеоролики снимаются. Вы сами когда-то пробовали так делать? Сначала непривычно, а потом привыкаешь. В общем, сам с собой идешь и разговариваешь. Ну, соответственно, для вас все это делается. Так, ну, море вы уже и так прекрасно увидели. И вот посмотрите, какой вид открывается на Крымские горы. Ну и здесь пирс. Их голуби пасутся. Ну что, как вам в Ялте живется? Кушать есть что? Улетел. Я вот некоторых отдыхающих спрашивал, как вы добирались? Полторы-две тысячи километров люди едут в Крым на автомобиле. Представьте, это какой сложный путь. 12-15 сможете проехать, потом, соответственно, вы устанете. Особенно очень тяжело ехать ночью. Кто-то на самолете, кто-то на поезде. Кто-то, соответственно, на перевозчиках, автобусы, заказывает трансфер. Если, конечно, там с Владивостока, с Хабаровска, то только на самолете. Билет я узнавал стоит в районе 25 тысяч. Заранее нужно заказывать билет, бронировать, и вам еще будут делать скидки. Не всегда билеты есть в наличии, поэтому, если вы собираетесь приезжать в Крым, то заранее побеспокойтесь о трансфере. Давайте сюда теперь пройдемся и потом налево завернем. Я же говорю, вроде бы там закончили разговаривать. Перешли чуть-чуть подальше, там тишина была. Здесь опять в общем, вот так всю дорогу. Конечно, самые дорогие цены это на набережной. И вот такие портреты рисуют. Тут целый ряд сувениров, магнитиков, продукции всякой. часы. Украшенные декоративные в квартиру. Конечно, не все есть. Ближе к вечеру здесь начинают выходить. Ну и там в принципе то же самое. Отдельные магазины сувениров. Конечно, если вы приезжаете на курорт, то соответственно берите деньги сразу на проезд туда и обратно, чтобы вам хватило. И не тратьте их, потому что это самое влажное. Без еды как-то можно обойтись? Купить какой-то воды дешевую и все. А то многие приезжают, деньги все спускают, даже на билет иногда не хватает. Ну поэтому нужно как-то рассчитывать силы. Конечно, хочется на курорте и то, и то попробовать, но опять-таки все дорого. Не каждому по карману такие путешествия. По ценам на жилье цены разные, то есть на каждый кошелек вы можете найти соответственно жилье. Ну варьируется от полторы тысячи, даже за тысячу. Я видел там комната сдается. Ну и максимально я не знаю до бесконечности наверное. Особенно в каких-то этих местах в отелях, то есть на побережье первая линия. Там цены я слышал достигают до 10-12 тысяч за номер вместе с питанием еще. Вот такой дорогой Крым. Конечно можно и самому приехать готовить здесь, сэкономить на еде. Ну соответственно где-то жилье найти подешевле, подальше от моря, ну как-то добираться, чтобы сэкономить. Ну а так если вы приезжаете в Крым, то готовьтесь к растратам. Идемте к стеклянному заборчику. Не знаю, вот чем-то он меня привлекает. Вроде бы ничего сверхъестественного нет, но красиво. Особенно вечером, когда проходишься, здесь еще фонари так ярко горят. Все освещается. С магазинов поступает свет. И тут сидят парочки либо просто люди и загорают. чайка сидит. Ищет себе добычу. Да большая какая-то. Видимо рыбку хорошо кушает. Вот кстати цены на пиццу. если сравнивать к примеру цены здесь 400-500 рублей записаны грубо говоря то где-то подальше можно найти в два раза дешевле. Опять кто-то не хочет заморачиваться искать ходить бегать кто-то пришел и покупает все что есть. погоду в этом году вообще не поймешь то дожди то солнце то холодно то ветрено очень переменчивая вот вам еще вид с этой стороны и вот такой хороший ракурс чтобы посмотреть на набережную приятно все-таки наблюдать горы вот представьте не было гор совсем бы другое было видение Ялты а так мне кажется большинство едут только из-за вот этого вида идем пока ноги идут видите здесь пальмы уже высокие не такие как в начале набережной уже надо наверх голову подымать чтобы увидеть ветви все облагорожено как ни крути самый топовый курорт Крыма все сюда едут из-за прежде всего набережной но также многие не любят Ялту допустим из-за высоких цен на жилье к примеру в том же судаке можно снять жилье мне кажется в 2 в 2,5 на этой в 3 раза дешевле чем в Ялте я узнавал по поводу судака то там можно жилье снять за 350 рублей с человека то есть конечно удобств там никаких не будет кухня общая туалет общий и в номере только кровать тумбочка ну и шкаф но посчитайте 350 рублей с человека это очень я думаю нормальная цена и здесь в Ялте ну как минимум за тысячу может за 800 где-то очень далеко можете снять прыгать с бун запрещено а никто и не прыгает если вам понравилось это видео не забывайте подписываться на канал ставить лайки ну и конечно пишите комментарии с вами на канале был Виконста до новых встреч пока Субтитры сделал DimaTorzok